И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, у нас вчера произошли изменения в балансе и сегодня мы вместе с вами протестируем новый овердрайв Крусейдера, поиграем сегодня с Вулканчиком, сыграем я думаю что одну максимум две катки в матчмейкинге, все зависит от того насколько быстро у нас будут заканчиваться бои. Берем дефолтную комбинацию, которая всегда давала плюс по опыту и эффективности в бою, это Крусейдера Вулкан плюс Дрон Бустер, ну и сыграем одну, а может и даже не одну, каточку в командном бою, где рассмотрим новый обновленный овердрайв Крусейдера. Посмотрим как он будет работать, посмотрим насколько это будет эффективно, Сосулю сделали теперь с стабильным уроном, который не зависит от ДДшки, не зависит от брони противника, который наносится от, если я не ошибаюсь, 2000 до 4, либо от 3 до 4, но при полной прокачке у вас есть возможность ваншота тяжелого танка противника, и это очень-очень круто. Плюс сделали больший сплэш и большую заморозку плюс пробитие. Поэтому посмотрим как это все дело будет работать, очень надеюсь на эффективность этого корпуса, и я до сегодняшнего дня, до этого видеоролика еще на этой комбинации не играл. Поэтому будет очень интересно посмотреть, насколько хорошо она себя проявит. Начинаем, запикивает нас в начатую катку, в которой мы уже проигрываем, может быть даже лучше нам взять и перепикнуть ее, дабы у нас был полноценный бой и у меня была возможность его еще и выиграть. Плюс у нас появились особые супер миссии, которые я еще далеко не все выполнил, и которые мне нужно будет еще постараться за сегодня-завтра выполнить. Прожать 330 ремочек, 40 овердрайвов, 10 боев победившей команде и что-то тут... А, ну и все вроде как, все остальное я уже выполнил, поэтому будем стараться выполнять эти тоже супер миссии по ходу видеоролика. Ну и у меня еще появились недельные контейнеры, ничего себе, тоже можно будет неплохо здесь плюса зафармить. Почему именно ТДМ? Можно было бы конечно пикнуть и какую-нибудь ЦПшечку, я считаю, что эти два режима максимально подходят для Крусейдера Вулкана. Не стал я тестировать сразу Крусейдера с Магнумом, дабы не было у нас обзора сразу на два новых предмета. Ну а Вулкан на Крусейдере это наверное одна из самых удобных пушек, на которой можно эффективно набирать большое количество очков. И даже с тем учетом, что Вулкан занерфили на криты, он все равно супер эффективный и наносит безумно большое количество урона по противнику. Тем более, если противник не имеет резиста. Если противник имеет резист, то урон чуточку меньше, но так в общем и целом все равно очень и очень жестко залетает. Углы у Вулкана также очень крутые. Ну и сосуля, которая теперь наносит большее количество урона, плюс Крусейдер, который этот овердрайв набирает довольно быстро. Я считаю, что должны супер эффективно сочетаться и работать. Поэтому пробуем, три килла уже первых я сделал. Карта Кельн отлично подходит для реализации сосули на вражеском респауне. Поэтому все, что нам нужно сделать, это пушить один из флангов. В моем случае сейчас это правый фланг. И будем стараться держаться где-то возле респа противника. И главное, конечно, не бить по противнику, который имеет нулевой урончик. То есть в этом плане надо чуть-чуть стрейфить, откатывать. И уже дамажить того противника, который этот нулевой урон иметь не будет. От хори фреза можно спокойнейшим образом откатываться. Плюс есть дико фриск, ой, дико фриск, говорю, дико шафт, который меня держит и лечит. Это тоже очень и очень круто. Но и есть противник, который здесь в стенках стрейфит, дабы нанести больше урона по мне. Но ладно, давайте будем стараться наоборот под него особо не пикать. Чтобы мне это не сказал бы, что выгодно, если он так будет сильно прятаться. Ой, и лаг сервера. Вот лаг сервера это самое печальное, что есть против вулкана. То есть здесь за счет этих лагов у вас есть возможность спокойного вылета и критической ошибки. Мне хпшки тиммейт не дает. Или дает? Хорош, красавчик. Так, проедем сейчас здесь аккуратненько. И постараемся зарядить контентовую сосудечку. Два противника вижу. Хорошо, первая четверочка залетела. По второму залетел просто выстрел с пробитием. И урон там был, ну, какой-то маленький. Маленький, какой-то маленький. Там ничего такого большого я, честно говоря, не увидел. Соответственно, со сплэшом есть какие-то вопросики, вопросики. А где тот самый жесткий сплэш? Не понял, не понял. Ну и Крусейдера Сосуля нужно тоже не забывать, что это один из самых багающих овердрайвов, которые есть у нас в игре. То есть с этой сосулькой есть очень много проблем. И очень много проблем именно с работой овердрайва. И поэтому, например, такой факт, что я не дал сплэш по второму танку, а нанес ему только заморозку и пробитие, меня вообще никак не смущает. И я для себя отлично понимаю, что это дефолтная вещь. Абсолютно дефолтная вещь для Крусейдера, у которого в связи с большим количеством обновлений его овердрайва произошли всякие баги. И теперь этот овердрайв работает максимально нестабильно. Но я надеюсь, что в скором будущем это дело пофиксят. Наконец-таки, наконец-таки пофиксят. И будет возможность, опять лак сервера, будет возможность видеть отличный, полноценный, хороший, качественный овердрайв Крусейдера. Пока что у нас по катке не все так хорошо, не все так гладко. У меня всего лишь 10 килов. И, наверное, для боя, в котором я играю 4 минуты, этого мало. Но и по овердрайвам у меня была только лишь одна сосулька, которой я уничтожил одного противника. Тоже, ну, такое себе, да. То есть это не сказать, что жестко. Нужно стараться пучковать противника в большей степени. И стараться дать эту сосулечку, такую контентовую, хотя бы на 2-3 танка. Вот сейчас я вижу, что там противник кучкуется с левого фланга. И давайте попробуем сейчас это сделать. Если получится ее как-то грамотно прожать, то будет вообще very, very, very wonderful. Ну и нужно тоже не забывать, что сосуля работает суперэффективно. Например, против противника, который юзает оверку. Пусть будет там диктатор, пусть будет там паладин. Если противник вжимает овер, вы в этот же тайминг можете ему заряжать сосулю. И спокойнейшим образом его уносить на респик. Этот момент работает максимально эффективно. И поэтому я считаю, что это можно даже в своем роде обузить. Ну, давайте, например, выдадим сейчас сосулю по титанчику. Заодно проверим. Он, да, стабильная четверочка, красивая, контентовая залетает. И даже под куполом теперь можно очень легко контрить титанчика. Если бы там кто-то еще стоял бы под куполом, было бы вообще бомба. По Крусейдеру могу сказать, что его эффективность будет очень хороша также в контроле точек и в осаде. В этих двух режимах можно очень грамотно и качественно реализовывать сосулю. При том, что у нее повышенный сплэш урон на осаде. И на контроле точек противник очень часто кучкуется. В ТДМ-ке, ну, есть тоже моменты, где можно найти, когда противник будет кучковаться. Но, как вы понимаете, здесь тоже очень многое зависит от уровня игры противника. Да, если у него уровень игры, ну, такой, знаете, слабоватый, то, понятное дело, что они будут просто рассинхронно гонять по карте, не концентрироваться вместе. И, ну, просто играть, как, знаете, как типочки, которые зашли выполнить заданки, да, а не типочки, которые вышли, там, выиграть катку, там, сыграть, например, от овердрайва Титана, да, под куполом, там, еще что-то грамотное, качественное придумать. И они будут просто играть в хаотичную игру для выполнения каких-то заданок, либо просто своего какого-то определенного удовольствия. По овердрайву в целом могу сказать, что копится он не так быстро, как я думал. Я думал, что овердрайв будет у меня копиться побыстрее. Вулкан в полном порядке. Здесь, я думаю, что про вулкан вообще говорить нечего. Он мега хорош. И даже с большим количеством резистов от противника я считаю, что вулкан все равно будет эффективен. Это одна из немногих пушек, которая теперь с новым критическим уроном себя, ну, с тем же, например, диктатором показывает неимоверно жестко. Даже с тем учетом, что криты вулкану понерфили и сделали чуточку хуже, я считаю, что это полный бред и все это фигня. То есть, я даже сегодня записываю этот видос, я не обращаю внимания на вулкана криты. То есть, я как бы и не использую там диктатор и не играю под диктатор, чтобы эти криты реализовывать. Но все равно на постоянной основе на вулкане криты залетают. И то, что там их урон стал меньше, например, на диком вулкане вообще, как по мне, ничего там не поменяется. Если ты просто там на один тик, на одну пулечку должен будешь нанести больше урона, хорошую сосуличку. Ой, хотел сказать, хорошую сосуличку мы заряжаем, но я ее промазал, да. Если вот так вот вы реализуете сосули, ну, то, понятное дело, что ничего суперэффективного у вас не будет. Поэтому здесь тоже нужно стараться давать хорошие, грамотные сосули. Я сейчас, ну, как-то не сконцентрирован был, что-то как-то не заинтересован был в хорошем, качественном выстреле. Поэтому, ну, зарядил такую не туда его, а сюда его и все, короче. Поэтому оплошность совершена. Овердайв на Круссейдере копится, по ощущениям, минуты две с половиной. Я, честно, не знаю вообще, что там по Википедии и по времени. Привет, Вердиана, которая не обновляет Википедию и ничего с ней не делает. Но и при наборе очков, наверное, каждые две минуты стабильно у вас на Круссейдере в овердрайв будет. Вопрос лишь в вашей реализации этого овердрайва. Если вы будете грамотно его вжимать и вжимать его на несколько противников, то это будет суперэффективно, это будет работать, это будет круто. Если вы будете прожимать овердрайвы, как прожимаю их я, либо в одного противника, либо просто в пустоту, то, конечно, это все фигня. И это не будет приносить особо никакие дополнительные плоды. Ну, а если вы будете вжимать овердрайвы, например, вот если бы я попал бы в ту сосуличку, в паладинов прожатый овердрайв, там, либо в диктатор, который раздает овердрайв, либо в противника, который будет стоять на точке, то в целом за счет самого овердрайва за одну катку можно, я думаю, что в среднем давать где-то от 10 до 20 киллов. Если прям хорошо пользоваться сосульей, например, там, за сосулью давать по 2-3 килла, то можно вынимать максимальный плюс и максимальную выгоду с вашего овердрайва. И тогда это будет очень и очень круто. Ну и с таким обновлением я считаю, что Crusader Overdrive приходит в более хороший баланс овердрайвов корпусов и имеет дополнительную возможность, привилегию и смысл использования данного корпуса в матчмейкинговых боях. Поэтому, если вы заинтересованы, если вам нравится, нравится, нравился этот корпус и вы думаете играть на нем или нет, то я бы на вашем месте 100% бы попробовал, попробовал бы в ЦП, попробовал бы в осаде данный корпус. И я думаю, что у вас получится его реализовать, получится дать хорошее количество киллов и в целом получить удовольствие от игры на Crusader. Здесь же, так же как и на Викинге, и наверное на большом количестве других корпусов, очень важно как можно быстрее выдавать сосулю. То есть вот сейчас я уже на протяжении двух минут ее никуда не даю и не стреляю. И это ошибка, стопроцентная ошибка. Вам нужно стараться выдавать эту сосулю как можно быстрее, как можно скорее находить противника и давать ему быструю, качественную тычечку. И тогда вы получите максимальный плюс с вашего корпуса. У нас уже остается 4 кила до конца. Не вижу я нигде противника. Давайте попробуем здесь просто направо кушить. Кушить как есть, так есть. Дабы хоть какой-то дополнительный плюс получить в виде киллочка, хотя я мог этого противника и так убить. Ну вот как-то так. По итогу мы набили 30 киллов. Не сказать, что много, не сказать, что я супер грамотно реализовал Crusader, но в целом могу сказать, что такая сосуля имеет намного больший вес. И интерес к этому корпусу, мой личный, мой личный интерес к этому корпусу, будет значительно больше. Но, но, если сравнить, например, этот корпус с тем же Hunter, я считаю, что Hunter смотрится куда жестче, чем этот Crusader. Хоть и Crusader может нанести большее количество урона. Но, сосули-то далеко нестабильны. А вот Hunter Overdrive будет максимально четко стабилен. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу нового обновленного Crusader. Поддерживайте обязательно видеоролик лайком, если вы еще этого не сделали. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Снизу мой личный тег, это тег TeamP. Устанавливайте его здесь. Бах-бах. И поддерживайте меня. Плюс участвуйте в розыгрыше на миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Я считаю, что очень-очень хорошие призы, хорошая возможность у вас имеется в выигрыше. Поэтому участвуйте, поддерживайте. Ну и у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok